Спустя 10 лет после дебюта знакового хатчбека Leaf был представлен второй электромобиль в гамме Nissan. Кроссовер Aria, японская красотка, шокировала своим дизайном. Теперь она полностью готова к массовому производству. Даже логотип по такому случаю получил новую версию. С вами электричка.рус и сегодня мы познакомим вас с японской обольстительницей. Да не со мной, с ней, с ней. Внешность Aria это множество запоминающихся деталей. Команда шеф-дизайнера компании Альфонсо Альбайсо называют новостью японский футуризм. Два плавника, торчащие из крыши. Эффектный нюанс. Минималистичная передняя панель осталась совершенно гладкой. Блок управления климатом представляет собой светящиеся сенсорные пиктограммы, которые реагируют на нажатие эффектом вибрации. При включении зажигания они загораются. А когда электромобиль заглушен, полностью исчезает. Вместо решетки радиатора глухая панель, которая включается, когда автомобиль готов к движению. Вся оптика светодиодная. Багажник среднего размера, но 468 литров вполне достаточно для дальней поездки. Сама же Ария, благодаря купеобразному силуэту, выглядит компактной. Но по длине 4595 мм и ширине 1850 мм она сопоставима с нынешним кроссовером Nissan X-Trail. А по величине колесной базы заметно превосходит его 2775 против 2706 мм. Главное новшество по сравнению с тем же лифтом – задняя независимая подвеска и возможность установки электромотора на задней оси. На выбор предложено 5 модификаций. Базовый Nissan Aria имеет тяговый аккумулятор емкостью 63 кВт-ч, тогда как лифт предлагает максимум 62. Электромотор такого кроссовера выдает 218 лошадиных сил. И 300 ньютон. Ступенькой выше – переднеприводный же вариант с батареей на 87 кВт-ч и двигателем с отдачей 242 лошадиных сил. И 300 ньютон-метров. Это самая дальнебойная Ария. Пробег на одной зарядке по циклу 500 км. Но при этом это самое медленное, ведь разгон до 100 км в час занимает 7,6 секунд. Максимальная скорость одномоторных версий ограничена на отметке 160 км в час. Полноприводная модификация имеет замысловатую приставку E-Chars. Паркетник с 63 кВт-батареей оснащен двигателями с суммарной отдачей 279 лошадиных сил и 560 ньютон-метров. И у него самый маленький в семействе паспортный пробег – 340 км на одной зарядке. Версия с аккумулятором на 87 кВт-часов. Это пиковые 306 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. Пойдем, пойдем, я покажу тебе салон. Мне кажется, зеркала маловато, да? Да, миссия? Интерьер разработчики сравнивают с лаунж-зоной. Но это скорее оазис хай-тека. Два экрана на передней панели с диагональю 13,3 дюйма. Итак, наша японская красавица должна реагировать на обращение «Эй, Ниссан!» Давайте попробуем к ней обратиться. «Эй, Ниссан!» Не слышно. «Эй, Ниссан! Кофе?» Не хочет с нами контактить. Ну, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Друзья, салон действительно широкий и удобный. Пассажиры могут спокойно передвигаться. Поэтому надо повесить табличку по салону не бегать. В салоне есть вставки, мутирующие дерево. Сидение, зеркала и руль имеют функцию памяти. Смотрите, как здорово двигается подлокотник. Видите, достаточно далеко. Но это не очень удобно, поэтому мы его отодвинем обратно. Так. И здесь у нас находится беспроводная зарядка. Мне сказали, что здесь есть где-то раскладной столик. Давайте поищем его. Поищем. Скорее всего, вот здесь, да? Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, как здорово. Открываем. И видим пространство. Электроника привязана к навигационной системе, что позволяет водителю убрать руки с руля. Но следит за тем, чтобы его глаза смотрели на дорогу. Хочу обратить ваше внимание, что здесь появилось пространство для ног. Здесь есть функция управления одной педалью. Смотрите, смотрите, как открывается люк. Давай. Вот так можно ехать и смотреть ночную Москву. Очень приятное в вождении машина. Чем-то похоже на Nissan Note. Только круче, естественно. Тем более, это кроссовер. Ну что, мы провели обзор этой шикарной машины. Она классная, компактная, шикарная. Всем рекомендую. Подписывайтесь на наш канал электричка.рус. Пока.